вы понимаете за почему мы учимся деньгах и учимся о том чтобы стать успешными так далее и так далее первый мой вопрос к вам такое кто из вас хочет стать неудачником вот день и ночь мечтает что я вырасту стану неудачником никто теперь второй кто мечтает стать бедные тоже никто интересно а кто мечтает стать успешным а кто мечтает стать богатым да есть такое а кто мечтает стать умным есть такое это очень хорошо теперь тогда мой вопрос следующий вот такой будет вы знаете выстроить взрослые люди которые вот ваши можно сказать знакомые дальние родственники и так далее взрослые люди знаете которые не реализованы знаете теперь скажите пожалуйста взрослой жизни успешны люди много или не реализованы много не реализованы а почему когда они были вашем возрасте вопрос когда они были молодые как вы когда они они ли действительно вашем возрасте они мечтали то то они мечтают что вырастут стали неудачником они мечтали стать успешным но почему у них не произошло это почему них не получалось не старались не обучались не было цели еще не хватка образования 3 много тратили время по пустую не инвестировали себе они они трудились да я понимаю они просто ничего не делали ждали очень хорошие мысли они были не обучаемым очень вам интересно они мечтали о хорошей жизни но делали все наоборот вы видите интересно теперь внимание если вы тоже говорит что мечтаю хорошо жить если играть что я мечтаю что вырастет стать успешным но перед этом ничего не будете делать реальности что вас ожидает то что то что они живут то что их до то что у них есть то и будет с нами если мы делим все кто как они у нас результат будут похож как они поэтому очень важную роль играть вот здесь дорогие мои дети почему я обучаю людей о деньгах знаете почему я люди обучают финансовой грамотности пожалуйста молодец помнить очень хорошо правильно на самом деле мы хотим что больше количества люди были успешны мы хотим что больше кольца люди добылись успеха чтобы мечте стали реальностью до до чтобы у них была счастливая жизнь а теперь внимание обратно что для человека успешным оказывается человек или успешным его что способности мыслить жизни люди все рождаются одинаково вы слышали да говорят ли женщина родила мальчика либо девушку другого не рожает женщине или родились выход раз услышали женщина родила профессор или там соседка родила адвоката тетя родила врача не слышал такое а что говорят родили кого мальчика или девушку то есть короче ребенка либо мальчика либо девушка другого нету значит период жизни люди успевают кем-то стать правильно кто-то становится ученым кто-то своим врачом кто-то с на кем-то но люди становятся кем-то это благодаря их нечто мышление благодаря их не 100 способности давайте пишем формирование мышления не успешного человека мы будем с вами говорить несколько теме одна из тем это мышление мышление для человека успешным либо бедным мышление для человека либо богатым либо что бедным либо успешным либо что неудачником мышление для человека либо победителем либо проигравший значит мышление человека это есть его основной то что он могут используя что-то сделать в этом мире добиться больше успехов его мышление самое главное если у него мышление неправильный соответственно не добьется ничего все зависит от его что мышление написали до мышление человека определяет его качество жизни например если вы видите человека который например успешно живет значит у него мышление успешное если вы видите человека который бедно живет у него что мышление бедный если вы Видите человека, который больной, у него мышление больной. Кто бы не понял? Да, все то, что у него в голове творится, потихонечку появится в его жизни. Постепенно, постепенно она отражается в его жизни. Это все начинает появляться, хочешь, не хочешь, заполняет его мир, заполняет его жизнь. Эти вещи с каждым днем больше и больше и больше. Поэтому жизни людей заполнены этими ситуациями, этими, что у них есть. Когда человек, мы говорим, что у него мышление успешного человека, значит, у людей, которые имеют правильное мышление, у них есть правильный что? Характер. Характер есть правильный. Давайте пишем. У тех людей, у которых мышление неправильное, соответственно, формированный правильный характер. А у тех людей, у которых мышление неправильное, у них есть что? У них плохой характер. В первую очередь, надо очень хорошо понимать, что Если человек хочет стать успешным, он должен в себе воспитать характер. Давайте пишем. Для того, чтобы стать успешным, человек должен что? Воспитать в себе характер. Два вещи требуются, чтобы человек стал успешным. Два вещи требуются, чтобы человек стал успешным. Первый это что? Первый это характер. Второй это что? Профессиональные знания. Первый – это характер, второй – это профессиональные знания. Я заметил, что многие люди хорошее образование получают, но они в жизни неуспешные. Почему они в жизни неуспешные? Потому что характер подводит их. Кто меня понял? Очень хорошо. Я снова повторю. Смотрите, много есть успешных людей, которые имеют хорошее образование, дипломы. Кто из вас видел таких взрослых людей, которые несколько дипломов, но они неуспешные? Видите? У них есть образование, но у них нет характера. Характер подводит их и везде. Нам нужно с вами закреплять свой характер. Когда у тебя характер хороший, ты образование получаешь. Например, скажем, что если у человека есть правильный характер, он сам может самообразованием даже заниматься. Он может дополнительные курсы пройти. Он может сам книги читать. Правильно? Он может искать варианты. Он ищет варианты. Он не сдается. Он не сломается. Он на поле пути не останавливается. Он ищет до тех пор, пока у него не получится. Вот это мы назовем характер. Давайте пишем, что такое характер. Пишем, характер это... Внимание! Самостоятельность. Смотрите, вот эти несколько есть вещей, которые от них состоят характер. Внимание, обратите. Есть вещи, которые от них состоят что? Характер. Характер это, скажем, сырье, от которого человек выращивает в себе свой характер. Характер за один день не испортится. Или за один день хороший не станет. Характер надо воспитать годами. Вы можете попросить своим родителям купить вам игрушку. Вы можете попросить у них купить компьютер. Но вы не можете попросить купить характер. Вы не можете попросить купить мозги. Вы образование можете платить. Родители могут платить за образование. Станете вы образованием или нет, это зависит от вашего характера. например два человека одинаково посещает вуз два человека один станет гений второй ничего не добьется интересно одинаковые преподаватели преподают одинаково предмете одинаково но почему один стал успешный гений а другой там потому что у этого не был характер у него был слабый характер а олень это что но это что не хочет это что это плохой характер когда у характера слабый характер человек ленте нич тогда слабый характер человек делать такие вещи вы уловили значит если мы хотим добиваться больших результатов все зависит от того как вы воспитываете свой характер за все эти годы своей жизни я начинаю понимать что ничего не сравнивается с хорошим характером человек который воспитывает себе хороший характер он всегда просветает характер это что это самостоятельность это самостоятельно это быть организованным это умение довести до конца это умение трудолюбия привати трудолюбие это человек который любит трудиться это быть обучаем это умение работать в команде умение сохранить и приумножить деньги внимание обратили у меня сохранить и приумножить деньги а как-то деньгами все мы сохраним а приумножить тем более не могут большинство людей как деньги у них в руках попадет, они будут сразу тратить. Они стараться его сразу купить что-нибудь. Теперь начнем по каждому. Хорошо? Давайте пишем самостоятельность. Самостоятельность это делать то, что ты должен делать до того, когда кто-то тебе спрашивает. Например, учиться до того, когда учителя спрашивают. Убрать свою комнату до того, когда родители спрашивают. Ты сам делишь. Ты же понимаешь, что зубы поменим надо? Ты же понимаешь, что свою комнату надо убрать? Ты же понимаешь, что это мусор надо выкидывать. Например, ведро наполнено с мусором. Обычно как бывает, родители говорят, бросай мусор. Да, но ты выкидываешь, сейчас. И это деньами продолжается. Целый день заканчивается, потом, но убери свой. Да, сейчас. Вот это значит показать, что человек не самостоятельный. Вы хотите быть успешным? Постоянно самому делайте то, что надо делать. Постоянно читайте книги. Проявляйте самостоятельность. Самому учитесь в школе. Не надо, чтобы... Как вы думаете, вы оценку получаете для учителя? Нет. Значит, для себя. Если для себя, зачем надо для себя оценка? Чтобы узнавать, к чему ты способен. Ты улучшаешься или не улучшаешься. Поэтому оценки нужны. Они помогают. Еще как помогают. Надо просто продолжать. Значит, быть самостоятельным, это значит самому делать что-то. То, что ты должен делать до того, когда кто-то тебе что? Спрашивает. Дальше. Быть организованным. Пишем. Быть организованным. Что это такое быть организованным? Как вы думаете? Кто скажет? Пожалуйста. Быть готовым. Быть готовым ко всему. Быть организованным, это еще тогда, когда ты не теряешь ни минуту времени. Все время используешь для себя стучек. О, очень хорошо. То есть ты все то, что надо делать, заранее планируешь. Как ты думаешь? Я ничего не думаю. Ну, думай. Я спрашиваю, как ты думаешь? Он говорит, я ничего не думаю пока. Классный подход. Ты здесь учишься или что делаешь? Сейчас. Ну, тогда как ты думаешь, что такое быть организованным? Ты думаешь, я приду? Как ты думаешь? Быть всему готовым. Как ты думаешь? То, что заранее все. Видите, чем отличается встреча со мной от школы? В школе вам говорят, готовы знания. А здесь не подходит. Тебе надо самому думать. Понял? Здесь не надо только писать то, что соседка или соседы разговаривают, или учитель говорит. Потом завтра повторить его сам по себе, как попугай. Нет, здесь мозги для чего дано? Рука для чего дано? Просто работать. Рука не умеет думать. Мозги для чего дано? Чтобы думать. Давайте его заставляешь работать тогда. Пойдет? Да. Хорошо. Как ты думаешь? Ну, себя организовать. Себя организовать. То есть, чтобы свои поступки, время организовать. Как ты думаешь, дорогой? Когда у тебя есть план, чтобы достичь. Не играй. Хорошо. Как ты думаешь? Я думаю, что у тебя есть список, то, что ты должен сделать. Когда ты его напишешь, ты уже начинаешь. Молодец, умница. Значит, быть организованным, это значит, так организовать, чтобы у тебя все своевременно произошло. То есть, ты успевал делать все своевременно, тогда, когда тебе надо, когда тебе требуется. Правильно? Давайте пишем. Быть организованным, это значит, так организовать свой день. Это значит, так организовать свой день, чтобы все преуспевать. И все делать так, в таком качестве, который тебе нужен. Все делать так, в таком качестве, который тебе что? Нужен. Например, когда человек организованный, у него все сходится. Он аккуратненько все сходится, все сделает. А когда человек не организован, у него постоянно нервотропка. Он спешит везде. Он бегом-бегом старается делать. Вот такое. Лишь бы, лишь бы делать не пойдет. Надо делать так, как требуется, как надо. Дальше. Умение довести до конца. Как вы думаете, что такое умение довести до конца? Вы видели людей, которые, они нервничают, не могут довести до конца, бросают на поле пути? Да, видели? А почему у них не получается довести до конца? Да, все. Да, все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!